МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мужчина встретил на работе в Киеве, где украинская пропаганда разыгрывала очередной фейк с обвинениями в ракетной атаке мирных кварталов украинской столицы. Было 24-е часа утро. Мне сообщили, якобы началась война, скажем так. Я находился в машине, приехал на базу, где мы дислоцировались, так скажем. Ну и в этот же день вечером началось стягивание каких-то непонятных, скажем так, войска начали заходить в Киев. Зачехленное какое-то оборудование было, сопровождение танки, БТРы. Скажем, ну летала авиация украинская, потому что видно было украинские флаги на бортах. Потом сообщили о попадании ракеты в дом в Киеве, но это уже было на следующий день. Хотя мы с ребятами, там все были приезжие, скажем таксисты, мы с ребятами смотрели этот ролик, и было явно видно, что ракета пускалась с земли, а не с самолета, как сообщали СМИ, что якобы российский самолет пустил ракету, а ракета на самом деле шла с земли. Ну, потом мне надо было возвращаться к семье домой, возможности возвращаться у меня не было. Кое-как перекладными я добрался в Рубежное с Киева. В Рубежном к этому времени, говорит Юрий, уже шли обстрелы со стороны украинских вооруженных сил. Ну, стреляли, скорее всего, из города Рубежного Кремля, но и по Северодонецку, потому что было со стороны расположения украинских войск. Были видны взрывы в Северодонецке, и АЗС взорвалось, видно было большое зарево. Как бы это все списывалось на вхождение российских войск, хотя российских войск там и рядом нигде не было. Ну, а потом началась эта вся катавасия, в ВСУ начали располагаться, мы уже прятались в подвалах, в ВСУ начало выгонять людей, располагаться в квартирах, якобы занимая оборону. Выгоняли, со мной вместе в подвале был Кирилл, мужчина, звали его, с семьей, маленький ребенок, их просто выкинули из квартиры, не дав взять никаких вещей, ничего, единственное, что разрешили забрать продукты, и все. Так Юрий с семьей, спасая девятимесячную внучку, оказались в подвале. Когда начались боевые действия в рубежном, еще как бы продукты, медикаменты были, всему приходит предел, много было пожилых людей, заканчивались медикаменты, украинские войска, ну, то есть военнослужащие Украины, даже не то, что не приносили что-нибудь там поесть или попить, они даже не заходили спрашивать, как мы, что мы, ну, то есть. Занимали оборону, стояли, я жил в район, у нас называется 7-й микрорайон, в варках загоняли танки, ставили, я прятался с семьей в подвале садика, то есть в убежищах не было, никаких специальных там оборудованных, в убежищах, просто прятались люди по подвалам. И ставили минометные расчеты прямо за садиком, то есть занималась полностью обороной от жилых квартала. По словам Юрия, размещались в рубежном военнослужащие разных подразделений Украины. В ВСУ настолько жестко к людям относились, и такая частота обстрелов была в самом городе, хотя с одной стороны города, и во всей территории города находились ВСУ. В тот момент не было ни ЛНР войск, ни ДНР, ни российских тем более. И обстрелы постоянно, то есть минометный огонь был, именно минометный сначала. А миномет, дальность полета у него небольшая, то есть он унимал с одной стороны города, бить по другой стороне города. И часто такая обстрела была, что некогда было выкурить сигарету, то есть выходя из подвала, не успеваешь выкурить сигарету, начиналось что-то прилетать. То есть мы сразу убегали опять в подвал. Подвальная жизнь серьезно подкосила здоровье всех членов семьи Юрия. До сих пор уже в мирной Твери они не могут прийти в себя. Я до сих пор, два месяца прошло, варя полтора, я до сих пор нормально не сплю. Мне постоянно снится подвал, постоянно во сне страх приходит. Тем временем сотрудники Следственного комитета России продолжают расследовать факты военных преступлений ВСУ в городе рубежной Луганской народной республики. Правоохранители допрашивают местных жителей, которые рассказывают о преступлениях националистов. Патрульная служба, в свою очередь, продолжит серию программ о живущих в Твери беженцах, спасшихся благодаря специальной военной операции России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok